Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Команда по борьбе с преступностью и коррупцией под предводительством Никиты Михалкова уже на протяжении нескольких месяцев успешно борется не только с преступными элементами российского шоу-бизнеса, но и с высшими эшелонами власти. Советским актерам почтенного возраста членам антикоррупционного комитета за короткое время удалось одержать немало ярких побед и поставить на место высокопоставленных министров и призвать их к ответу. Яркий тому пример недавний арест дочери пресс-секретаря верховного главнокомандующего Елизаветы, которая на данный момент за финансовое мошенничество в особо крупном размере находится во французской тюрьме. На данный момент команда Никиты Михалкова собирает доказательную базу для ареста всей семьи другого негативного элемента бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Дочь министра обороны Ксения Шойгу и ее супруг, известный спортсмен и блогер Алексей Столяров, уже находятся под следствием. Однако антикоррупционный комитет не остановился на достигнутом и сегодня утром совершил еще один громкий арест. Сегодня утром в Турции в городе Стамбуле был арестован подпольный миллионер, сын бывшего министра обороны Сергея Шойгу, 25-летний Данил Шойгу. Сын бывшего министра обороны Российской Федерации, известный певец, блогер и спортсмен Данил Шойгу, был арестован по обвинению в длительной неуплате налогов, ведении незаконного коммерческого бизнеса на территории Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья и информационные атаки по крупным музыкальным сайтам с целью продвижения своих музыкальных треков и произведений. За подобное деяние 25-летнему молодому человеку может грозить от 6 до 7 лет лишение свободы. Помимо этого у молодого человека была арестована недвижимость и имущество в странах Турции, Италии и Испании, а также финансовые счета в зарубежной валюте на общую сумму 13 миллионов евро и 24 миллиона долларов. Откуда у молодого человека, не имеющего постоянного рода занятий, колоссальные денежные суммы, на данный момент разбирается антикоррупционный комитет и следствие? Бывший министр обороны Сергей Шойгу пока никак не комментировал поступок и арест своего сына. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Благодаря усилиям команды Никиты Михалкова и органов полиции, генерала армии Ивана Попова из СИЗО удалось перевести под домашний арест. На данный момент члены антикоррупционного комитета работают над освобождением заслуженного генерала. Во время музыкального концерта в городе Самаре певица Алсу была арестована на 400 тысяч рублей за пение под фонограмму. Всем зрителям музыкального мероприятия будет выплачен моральный ущерб в размере 10 тысяч рублей на человека. Член антикоррупционного комитета и известный российский актер Константин Юрьевич Хабенский даст бесплатные концерты в городах Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград и Саратов. Все гонорары от творческих выступлений пойдут в помощь жертвам трагедии в Белгородской области и на Донбассе. Вчера вечером члены антикоррупционного комитета побывали на Троекоровском кладбище столицы и почтили память известного российского и советского актера Романа Карцева. Роману Андреевичу Карцеву звезде фильма «Собачье сердце» могло бы исполниться 85 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok